За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 149 происшествий. Из них 11 преступлений, 7 из которых раскрыто. По четырем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на уставление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 53 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах, с 31 марта по 2 апреля текущего года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь», в ходе которого выявлено 6 административных правонарушений. Нарушение общественного порядка не допущено. В целях профилактики правонарушений на зимних автодорогах на территории вахтового поселка Хорьягинский с 28 марта по 14 апреля 2017 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Вахта». Проверено 582 гражданина, выявлено 80 административных правонарушений. В целях противодействия незаконной миграции граждан третьих стран и пресечению преступной деятельности организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями, занимающихся организацией незаконной миграции, торговлей людьми. С 4 апреля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». Проверено 27 адресов проживания иностранных граждан. Выявлено одно нарушение административного законодательства. Литература экстремистского содержания не выявлена. Дежурную часть полиции обратила жительница Наринмара с заявлением о краже денежных средств с ее банковской карты в сумме 36 200 рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что хищение денежных средств с банковской карты совершил ранее судимый житель Наринмара 91 года рождения. Выяснилось, что злоумышленник является родственником потерпевшей. И ему известен пин-код ее банковской карты, так как он неоднократно расплачивался ей, покупая продукты в магазине для своей родственницы. 29 марта текущего года молодой человек в очередной раз пришел к ней в гости и, воспользовавшись тем, что заявительница вышла из комнаты, совершил хищение банковской карты. В последующем снял с нее денежные средства в сумме 36 200 рублей и потратил их по своему усмотрению. В настоящее время следователем Следственного отдела Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В, части 2, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, совершенной с причинением значительного ущерба. В дежурную часть полиции обратился житель города Наринмара, 83-го года рождения, с заявлением о краже его мобильного телефона. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что кражу мобильного телефона совершил гражданин 92-го года рождения, находясь в помещении одного из кафе города Наринмара. По данному факту, следователем Следственного отдела Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В, части 2, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, совершенной с причинением значительного ущерба. В дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей города Наринмара о краже денежных средств с его банковской карты. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что в ночь 3-го на 4-е апреля мужчина 72-го года рождения в ходе совместного распития спиртных напитков на квартире потерпевшего, воспользовавшись тем, что тот уснул, совершил кражу его банковской карты. Мужчина снял с нее денежные средства в сумме 16 тысяч рублей и потратил их по своему усмотрению. Также полицейским стало известно, что злоумышленник знал пин-код банковской карты потерпевшего, так как ранее уже неоднократно покупал на нее алкоголь. Следователем Следственного отдела управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу по данному факту возбуждено уголовное дело. 6 апреля 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу задержали гражданина 76-го года рождения, находившегося в розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время, согласно постановлению Наринмарского городского суда, в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он водворен в изолятор временного содержания Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу. Минувшую пятницу председатели члены Общественного совета при Управлении Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу проверили дежурную часть полиции. Общественники проверили журналы учета и регистрации обращений, поступающих от граждан, наличию оперативных дежурных удостоверений и бейджиков, и увидели, как несут службу сотрудники дежурной части. По итогам посещения дежурной части представители Общественного совета с положительной стороны оценили работу сотрудников дежурной смены, отметив высокий профессионализм, акцентировав внимание на вежливое и тактичное обращение с гражданами. С 7 по 9 апреля текущего года в Наринмаре прошли массовые спортивные соревнования «Северное сияние», которые стартовали в Ненецком автономном округе уже в 48-й раз. На соревнованиях сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок и безопасность граждан. Кроме того, экипаж ДПС осуществлял дополнительное регулирование дорожного движения в месте проведения массового мероприятия. Спортивные состязания прошли без нарушений общественного порядка и иных чрезвычайных происшествий. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть ОМВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова